О событиях в Сирии расскажет наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Он сейчас находится на севере страны, в Алеппо. Евгений, здравствуйте. Как вы считаете, есть ли опасность прямого столкновения турецкой армии и сирийских правительственных сил? И каким последствиям может эта операция привести? Ира, здравствуйте. Стоит сказать, что сейчас о возможных столкновениях между турецкими вооруженными силами и правительственными подразделениями Сирии речи не идет. Турецкие войска действительно пересекли сирийскую границу. По нашей информации, танковая рота зашла на территорию Сирии для того, чтобы выбить боевиков так называемого исламского государства из приграничного сирийского города, который находится на северо-востоке от Алеппо. Но здесь наблюдатели на севере Сирии говорят о том, что первоочередная цель турецкой армии не дать возможность курдским формированиям взять под контроль этот город и тем самым расположиться у самой сирийско-турецкой границы. В Дамаске крайне негативно восприняли эту информацию. Более того, уже известно, что внешнеполитическое ведомство Сирийской Арабской Республики направило протест в ООН и заявило, что это попытка нарушить территориальную целостность Сирии. Понятно, что Анкара никоим образом не согласовывала с Дамаском свои действия. Известно также, что вместе с подразделениями турецкой армии, а это, как я уже сказал, танковое подразделение силы специальных операций Сирии, там, в этом же районе, действуют протурецкие отряды так называемой свободной сирийской армии, которая позиционирует себя в качестве умеренной оппозиции, но нередко воюет вместе с радикальными группировками, террористическими организациями, такими как фронт Аль-Нусра. Пока неизвестно, удалось ли турецким формированием взять под контроль Джираблус. Бои там продолжаются. По нашим данным, около 70 огневых позиций боевиков было подавлено турецкими танками. 12 авиаударов нанесла турецкая авиация. Это первое применение турецкой авиации в Сирии. С момента, когда Турция сбила самолет воздушно-космических сил России, ситуация там, на границе сирийско-турецкой, остается крайне напряженной. Я напомню, что накануне появилась информация, что отряды курдской самообороны вплотную приблизились к позициям боевиков террористической группировки ИГИЛ в районе Джираблуса. И сразу после этого Турция отреагировала введением войск на сирийскую территорию. И ранее Турция вводила войска, вводила танковые подразделения в провинцию Алеппо. Но здесь не задерживалась. Мы будем и далее следить за тем, как развивается ситуация на севере Сирии. Вера. Евгений, спасибо. Напомню, из Сирии наш военный корреспондент Евгений Поддубный.